Приветствую вас, Алиса. Собственно, в чём ваш вопрос? Вот вы, ну, вы не задаёте свой вопрос. То есть в чём ваш вопрос вообще не ясно. Чего вы хотите? Не ясно. Что вам нужно? Не ясно. Какой у вас запрос к психологу? Тоже не ясно. То есть, да, есть проблема. Есть проблема, проблему эту нужно как-то решать. Проблему нужно решать не причитаниями, не самобичеваниями хотя бы ради детей, а какой-то вот всё-таки работой, какими-то решениями, вот, работая за специалистом, например, с семейным психологом, да, и так далее. Какую лично я вижу Алиса проблему? Вот, вы обратите внимание, кстати, что вы похожий вопрос, а вы задавали ещё больше года назад, почти полтора года назад, вы задавали похожий вопрос. И, собственно, я так понимаю, что с того момента ничего не изменилось. То есть, вот, как-то вот полтора года вы живёте в таком вот режиме, в таком ключе, ничего не решается. То есть, по факту вы находитесь в позиции жертвы. Опа. Значит, что я могу сказать? Вот какие проблемы я вижу у вас с обоих, да? Проблема вашего мужа заключается в том, что он почему-то считает, что можно следить по прошлому девушке. У него какое-то такое обособленное, акцентрированное внимание к сексу. А это означает, что он не уверен в себе. Он сравнивает себя с вашими партнёрами, которые, кстати говоря, были очень давно. И он не уверен в себе, мужчина. Он сравнивает себя. Ему задевает факт вашего прошлого, при этом и вы, и он отказываетесь признавать, что его реакция исключительно в вашей... Ой, исключительно в его ответственности. То есть, это исключительно его ответственность. Не вашего, а его. И вы здесь не в чём... Вы здесь абсолютно ни при чём. Вы... Как бы, ну... Вы не виноваты. Вот. В чём, что произошло. Вот. Такая вот история. Такой момент. Дальше. Значит, следующий момент. Какая проблема у вас? На мой взгляд, ваша проблема, в свою очередь, заключается в том, что вы, как вы сами высказались, начали жить, только с приходом мужа. То есть, до этого, получается, вы не жили. Вот. До этого, получается, вы были как-то вот, ну, в такой вот, в таком поиске, да. Вот. Для чего-то вы искали отношения. Вот. Для чего-то вы искали отношения, почему-то вам отношения были очень сильно нужны. Вот. Ну и здесь, вот, соответственно, очень важно понять, для чего вам нужны были отношения, почему они вам были нужны. И почему вы не мыслите себя без человек, да. То есть, по сути, вот, ваше поведение, ваше поведение по отношению к мужчинам, которые у вас были. И ваше поведение сейчас, оно имеет одинаковые корни, в том смысле, что оно имеет основание, вот, поведение, поведение ваше имеет основание, такое, что вы для чего, вы почему-то нуждаетесь в, вот, в ком-то, рядом с собой. Да. То есть, вы нуждаетесь, вот, вы говорите, что, эээ, я предоставлю отношения на час. Вот, зачем? Почему? Знаете? То есть, есть ощущение, что, эээ, с детства вы, эээ, нуждались, нуждались в любви. Есть ощущение, что вы и сейчас в любви нуждаетесь. Тоже. Понимаете? Понимаете, какая, какая штука, какая штука. Вот. И, эээ, вот это проблема. Проблема, что вы, эээ, не мыслите себя без людей, которые вокруг вас. То есть, сами по себе вы, сами по себе вы себя обесцениваете. Вот. Эээ, и в этом, собственно, трудность, что без кого-либо вы никто. Ну, это вопрос к вам. Да? Собственно. А почему без кого-либо вы никто? Почему без кого-либо вы, там, ну, не знаю, чувствуете себя никем? А почему для вас, эээ, вот, так важно быть вашим мужем? То есть, это не похоже на любовь, как таковую. Это, эээ, похоже больше, это похоже больше на зависимость. Вот на что это, ну, ну, в большей степени. Причем, эээ, как, эээ, с его стороны, эээ, вот, так и с вашей тоже. Нет ощущения, что вы любите друг друга. Вот. Потому что он, эээ, получается, видел вас, эээ, какой-то, какой-то одной, ему для чего-то нужно было, эээ, знать ваше прошлое. То есть, человек такой вот подозрительный, неуверенный в себе. А вы, в свою очередь, так и не приняли, эээ, то, что, то, что вами двигало, когда вы поступали так, как, так, как поступали. То есть, вы не принимаете себя. Вы не принимаете себя, так много, какая вы есть. И муж себя тоже не принимает. Понимаете, вы оба, вы два человека, которые в семье пытались найти то, что вам не хватало по жизни. То, что вам не хватало друг другу. Но семья не дает ничего. Семья, она не, эээ, она не решает проблем людей. Она не, эээ, дополняет человека. Она, семья ничего человеку не дает. Семья это то, чему человек, человек отдает, но не дает. Понимаете? Какая, вот в чем, в чем, эээ, ключевой момент, в чем разница. Семья не дает ничего, эээ, семья только вперед. Понимаете, какая штука? Вот. Такая вот история. Поэтому, Алиса, если вы хотите сохранить семью, нужна работа, эээ, работа с вами обоями, эээ, нужно работать с вами по отдельности, эээ, нужно признание, когда бы с вашей стороны, что это психологическая проблема ваша, не мужа. Вот. И, и, и мужу тоже нужно признать, что это его проблема, не ваша. И, соответственно, я полагаю, что, эээ, в итоге можно к чему-то прийти. Ну, опять же, неизвестно, сколько вам лет, там зависимость от возраста, там есть, эээ, некоторые ограничения, конечно, но это не критично. Итак, эээ, я предала мужа, эээ, я верю в то, что вы считаете, что вы его предали, но, эээ, правда в том, что, еще раз, предательством это для вас является только потому, что вы не принимаете себя, того, как вы есть до конца, и того, что вы сделали, не принимаете себя. Именно потому, что вы до конца не принимаете себя и своих желаний, у вас есть проблема. У вас есть вот эта проблема, проблема того, что вы чересчур нуждаетесь в своем муже. Эээ, дальше. Никогда не изменяли друг другу, очень близкий моральный, интересный, причем, причем без измены. Там у меня было 5 партнеров в 13-18 лет, эээ, какая разница. С четырьмя из них были отношения, с одним секс на один раз, это я так пытался отношения начать. Зачем? Эээ, и было 6 парней, с которыми сломались, господи, вы их считаете, что ли? Зачем? Зачем это все? Эээ, познакомились с мужем в интернете. Почему в интернете? Братарик рассказал, а про остальных нет. Почему? Эээ, но я не то, чтобы и намеренно утаивал, это вышло само собой. Муж думал, что я очень чистая, хорошая, порядочная и преданная. Ну, вы же понимаете, что это идеализация, Алиса? Вы же понимаете, что муж вас идеализировал и искал ту, кто был ему нужен? А не ту, с кем вы являетесь на самом деле. И я себя так поставил, что я надежный. И, кстати, вы стали, вы получили возможность быть надежной, именно благодаря тому, что у вас было определенное прошлое. Не будь этого прошлого, вы бы не стали надежными. Жили душа в душу, родились дети, любовь мужа усиливала, скрепла, отдыхала. Знаете, все о простых отношениях. Вот скажите, скажите, зачем? Зачем мужу, если его любовь крепла, узнавать о простых отношениях? Ну вот зачем? Не крепла любовь, зависимость росла. Как у такой порядочной девочки были, так и ранее сексуальные отношения. Казалось бы, какое тебе дело? Казалось бы, не слишком немного внимания уделяется порядочности. И тут я поняла, что прошло уже 12 лет, а он не знает все правды, что знает только брат трех. Какая разница? Опять же. Сами подумайте, Алиса, вот какая разница, сколько у вас было до него? Я была в щеку. У нас некоторые проблемы, когда он пришел к выводу, что я, ну я не буду, не буду читать это слово. И это его проблема. Это его проблема, Алиса. Это вот целиком его проблема. Что он не принимает вас такой, какая вы есть. Но ваша проблема в том, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть. Сейчас с высоты своего опыта, сейчас с высоты своих ценностей, вы себя такой, какая вы есть, не принимаете. И в этом основная проблема. У него начались кошмары, правда, обо мне разъедало. Это его проблема. Я смотрел ему в глаза и говорила, что все рассказала. Не могла сказать правду, знала, что либо он не выдержит, либо убьет меня. И вот казалось бы, почему человека это так волнует? Это просто, этого уже нет. Четыре года он был в депрессии. У него был диагноз, он лечился. Я не могла рассказать. Ну, потому что, опять же, да, не принятие себя и страх. Однажды, я относился на фотоспанном, ему было очень плохо. Я поняла, что не могу больше угадать. На фотоспанном двенадцатилетней давности? Алиса. Как? Странно. А, значит, расскажу ему, так не хочу быть предателем. Противоречие. Расскажу ему, чтобы не быть предателем, но теперь я предала мужу. В чем вы предали-то его, кстати говоря? Что бы не рассказали? Это ваше право. Это ваше право не рассказывать что-либо мужу. Так. Рассказал он сейчас, что он в шоке, учить не может. У нас трое-три ребенка. Может. Может. И дети здесь не проблема. Я его единственного, он никогда не лгал, не предавал, прекрасный мать изуменин. Я бы сказал, что это, с учетом того, что он не уверен в себе и все вот это, я не думаю, что там все так. Не думаю, что все там так легко и просто. Я думаю, что ваш муж идеализирует семью, идеализирует порядочность, а это всегда не страстно. Это всегда не страстно. Так. Я предала его, угадаю, четыре горя, хотя ему достало рассказывать сразу. Нет. Это ваше право рассказывать. Нет. И в чем предательство, здесь в том, что вы не рассказали ему того, чего не хотели, для меня, честно, загадка. То есть вы почему-то считаете, что должны рассказать ему все. Но это же ваша жизнь. И вы правы говорить только то, что считаете ему нужным. Разве нет? Это было бы так, если бы вы оба не стремились к слиянию. Вот вы можете почитать, что такое слияние, просто вветь в поиск, там, психологическое отношение слияния или психологическое слияние, вы поймете, о чем идет речь. Так. Я не хочу жить. Потому что вам не ради чего жить. Я вижу, как он разрушается. Это его проблема. Он может, кстати, не любить меня и говорить, что понимает, что я родная, а потом несколько ненавидит меня. Это его проблема, опять же. Значит так. Глазыч, что ненавидел таких, как я. Ну, это, я говорю, его проблема, это его собственная проблема. К вам они отношения не имеют. Если бы знал кто, я никогда бы не знал. А вот как, как ваша, как ваша сексуальная жизнь просто, он меняет вас, меняет вас, теперь, вот подумайте. Подумайте, ладно. Человек, человек видит в вас то, что причиняет ему боль. Но разве то, что причиняет ему боль ваша проблема? Ваша в том случае только, если вы сами себя не принимаете своих действий. Если вы жалеете о том, что вы поступали так. Но вы поступали так, совершенно естественно. Потому что для вас, в том числе и на данный момент, актуальны определенные потребности. Реализация которых находится исключительно в зависимости от мужа и семьи. Так, говорит, так, я разрушаюсь изнутри. Тут у вас муж разрушается, вы разрушаетесь. В чем проявляется разрушение? В том, что вы себя обвиняете и говорите? С этим нужно работать. А я сейчас неразвратно, я нигде не гуляю, не изменял никогда. И есть ощущение, что вы оправдываете. Занимаетесь дома с детьми, я и сама думала, что... А теперь понимаю, что нельзя так было. А с чего нельзя-то? С чего нельзя? Ваш муж внушил вам чувство вины. Это манипуляция. Потому что он не верен в себе и таким образом хочет вас удержать. Чем больше он вас, как вы говорите, любил, тем больше он вас нуждался. Чем сильнее рос страх, что вы, ну, страх вас потеряли. И теперь, обвиняя вас, он знает, что вы не уйдете. Что вы будете постоянно доказывать, что вы достойны его любви. А он будет строить на себя жертву и так далее. Необходимо. Он не осознан это делать. Но это правда. Это игра. Это манипуляция. Это не любовь. Это не здоровое отношение. Так. Я уголала мужью, предала. Но об этом я уже не говорил. Кто я такая? В смысле? Вот именно. Кто вы такая без нее и без своего мужа? Кто вы? Почему так? Это детский вопрос. Я не хочу жить. А мы с вами не для чего жить. Я никогда не прощу себя, что сделаю ему больно. Вы не можете сделать человеку другому больно, Александр. Вы не можете сделать другому человеку больно. Вы не бог. Но за счет того, что вы не чувствуете себя значимой вообще по жизни, у вас появилась мания величина. То есть вы недостаток своей значимости восполняете тем, что думаете, что можете кому-то причинить больно. Но не можете. Только сам человек может причинить себя больно. Потому что есть вещи, которые его задевают. Другой человек, если не при чем. Ему очень плохо. Я не хочу жить среди людей. Я чувствую себя ничто... Да-да-да-да. Да. Ничего, что вы себя чувствуете в свою жизнь. Хо, веру. Вся моя жизнь это мой муж и дети. Вот именно. Ласки нет. Поэтому основная цель, чтобы появились вы. Без мужа и без детей. Без мужа нет смысла жить. Вот-вот. Даже если простите меня, я не могу жить со словами того, что я натворил. Ну и, соответственно, обесценивание. 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 Обесценивание себя. Себя. Алиса. Вот. Такая история. Это то, что я могу вам сказать. Так а что. Вот. Обращайтесь на консультацию вместе или по отдельности к психологу, если хотите, сохранить семью. Вот. И начинайте заниматься уже лично самородством. Потому что. Есть ощущение, что по. Ряду обсуждений. Вам. Ну даже с трудом 13 лет можно дать. А если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду смотреть на меня. Вам пока. Приятно. Немного.